Мы переносимся с вами за океан. Сведения о глобальном потеплении вызывают ужас у президента США Барака Обамы. Он рассказал, что об этой проблеме ему докладывают каждый день, и он целый день думает о том, чтобы такого предпринять. Добавил еще Обама, что усложняется этот процесс тем, что он настолько медленный, что люди не ощущают и не видят его. На утренних совещаниях, таблицы, доклады и графики, они вызывают ужас. Если тенденции в потеплении климата планеты продолжатся, то все это приведет к огромным разрушениям по всему миру. Последствия беспрецедентны. Обама добавил, что если тенденции в потеплении климата планеты продолжатся, это определенно приведет к разрушениям по всему миру. И полагает, что добился на посту президента главного. Большинство американцев осознали, что изменение климата действительно происходит. Очень важно что-нибудь по этому поводу предпринять. Сейчас поговорим об этом с директором программы климата и энергетика Алексеем Кокориным. Алексей Олегович, я вас приветствую. Вот смотрите, во-первых, давайте еще разочек обозначим проблему. Насколько она серьезна? Действительно ли глобальное потепление настолько быстрыми темпами шагает по планете? Ну, конечно, быстрыми. И данные это есть не только в США, как написано в данной заметке. Они есть у России, у Росгидромета. Публикуются почти ежемесячные бюллетени, ежегодные доклады и прочее. И видно, что да, это факт. Отрицать его нельзя. Видно, что выражается он в ущербе от большей частоты и силы опасных гидрометеорологических явлений, будь то и наводнения, будь то и засухи, или торнадо, или какие-то другие вещи, штормовые ветра, осадки. Это факт. Отрицать его нельзя. Почему это приводит Обаму в ужас и ступор? Ну, я думаю, это скорее такая предвыборная методика. Или и то, и то, что ли. Потому что, в общем, что делать-то понятно. И, во всяком случае, российские ученые уже не раз говорили. Нужно, с одной стороны, адаптироваться к тому, что изменить уже нельзя. А ближайшие три десятилетия тоже фактически предопределено. И одновременно постепенно снижать выбросы партиковых газов, чтобы избежать худших эффектов во второй половине 21 века. А каких эффектов, это тоже, в принципе, понятно. Это очень сильные лесные пожары, гораздо более сильные, чем сейчас. Это наводнения, в южных районах засухи. Это снижение урожайности, опять же, в южных районах. То есть, в общем-то, тут Обама немножко, так сказать, передергивает по форме. Хотя, по сути, ну, где-то он прав. Ну, вот смотрите, то, что Обама действительно ужасается, это, наверное, как-то очень странно выглядит, да, то, что президент Америки так боится глобального потепления. Но все-таки, вот недавно была климатическая конференция. В Париже очень много о климате говорили, об изменениях климата, всякие разные статистики приводили. Но в итоге, как-то вот никаких особых действий, практических, мы не увидели. Вы согласны, или просто мы чего-то не знаем? Мы просто не видим. Мы просто не видим, потому что главные действия и главное следствие Парижского соглашения – это массированная помощь наиболее слабым и уязвимым странам в адаптации к измене климата. Вот в этой борьбе уменьшить их чувствительность к вот этим природным явлениям, да, все более частым, все более сильным. Просто Россия не является получателем такой климатической помощи. Слава Богу, что мы более или менее стали богаты и можем своими силами справляться. Поэтому мы просто этого не замечаем. Это главный эффект. То есть Парижское соглашение – это, на мой взгляд, я там был, я 20 лет в этой тематике. Это соглашение о массированной помощи слабым и уязвимым странам. А что касается выбросов, и вот то, что говорят там углеродные налоги, прочее, прочее, но это некоторые передергивания карт, потому что выбросы снижаются из-за низкоуглеродного тренда развития. А Парижское соглашение лишь отражает его. Оно же не вводит никаких налогов. Это все национальные налоги – китайские или европейские, или американские. Конечно, от этого российская экономика может и пострадать. Только здесь Парижское соглашение ни при чем. Да, вам спасибо, но эта тема уже совсем другая. Это был директор программы «Климаты. Энергетика» Алексей Кокорин. Продолжение следует...